Засеем стафилококком, пропитываем диски веществом. В этом пузырьке вещество, за которым совсем скоро фармацевты всего мира могут открыть охоту. Антибиотик, выжигающий опасные инфекции, как напалм. Уничтожает бактерии, против которых нет спасения. Золотистый стафилококк способен на раз-два добить иммунитет, давши слабину. Список болезней, вызванных одним из самых выносливых микробов, огромный, но вещество, способное убить инфекцию, похоже, найдено. Его открыла 16-летняя Лиза. Я не нашла никаких данных о каких-то веществах, которые на данный момент подавляют рост стафилококка. Также я поспрашивала в научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, где работают с особо опасными штаммами бактерий. Они также были очень удивлены результатом, потому что у них в наличии также нет никаких нерастительных, никаких химически синтезированных веществ, которые подавляли бы рост. Лиза проверяла чувствительность бактерий к экстрактам растений. В их числе оказалась и маакия амурская. Внимание ученых привлекли именно семена. Они содержат уникальный белок, распознающий раковые клетки. По сути, он может быть курьером, доставляющим токсин по нужному адресу. Такое дерево росло и в Минском ботаническом саду. Его повалил ветер, древесину отдали Лизе. Вместе с научным руководителем получили экстракт, и школьница решила испытать вещество на бактериях. Результат поверг в шок. Из данного образца древесины можно получить где-то 200-300 мл экстракта. И таким количеством можно полностью вылечить примерно 10 человек от инфекционных заболеваний. Осталось выяснить, какой именно ингредиент убивает инфекцию. Этим Лиза сейчас и занимается. Следующий этап – клинические испытания. Если они пройдут успешно, это станет не просто победой. Это и спасение человечества от антибиотикорезистентных штаммов, которые сейчас уносят больше жизни, чем нашумевший ВИЧ, да, вирус иммунодефицита человека. И триллионные прибыли. Еще одно растение, еще одно юное дарование, которое вынашивает гениальную идею. Даша предложила получать эфирное масло из укропа. В Беларуси его можно выращивать где угодно, удивляется 15-летняя Дарья, а на аптечных прилавках – импортное эфирное масло. Почему производство вещества, востребованного в медицине, парфюмерии и химпромышленности, никто до сих пор не додумался поставить на поток? Неприхотливое растение может произрастать повсеместно. Если у нас в банке находится, например, 300 г семян укропа, то мы можем получить 10 г чистого эфирного масла. Конечно, я хочу это развивать и добиться того, чтобы в Беларуси произвели эфирное масло. Это было бы намного выгоднее, чем закупать их из других стран. Нет такой страны, где бы этот продукт не был востребован. Научный руководитель с Дашей солидарен производству эфирного масла «Золотая жила». Наиболее высокую добавочную стоимость возможно получить при переработке эфирного масла. К примеру, если мы выделим карвон из эфирного масла укропа, то в котором его примерно процентов 30-40, то стоимость карвона примерно 10-15 раз выше, чем у эфирного масла. Это вещество есть в зубной пасте, а свежающая мята на самом деле не мята. По вкусу и запаху карвон практически не отличается от ментола и дешевле в производстве. Ничего сложного, признается Даша, все на поверхности. Главное внимательнее смотреть. Но зачастую двигателем прогресса, по мнению психологов, становится желание не усложнять жизнь, и оно как раз-таки присуще подросткам. Виктория написала программу, которой сейчас пользуются более 100 психологов из Беларуси, России, Казахстана и Украины. Просто потому, что ей надоело ждать результата психологического теста. Я подумала, почему бы не сделать электронный вариант теста. Как раз в то время я проходила Microsoft Excel, и это было хорошей возможностью и проверить свои навыки, и узнать что-то новое, и поэтому, ну почему нет? В технических моментах, подсказывал учитель информатики, с наполнением помогала школьный педагог-психолог. Программа содержит более 50 психологических тестов, самостоятельно обрабатывает данные и выдает результат интерпретации, которого занимается психолог. Программа справляется за пару часов с работой, на которую уходили недели и даже месяцы. Облегчила труд психологов в десятки, если не в сотни раз. Действительно, мы больше занимаемся теперь не бумагами, а детьми, благодаря именно этому труду. Программу разместили в интернете, и число пользователей теперь постоянно растет. По просьбам школьных психологов добавляются все новые тесты с видеоинструкцией и пояснениями. В будущем Вика намерена пойти дальше, разработать и мобильное приложение, чтобы у детей появилось еще больше свободного времени на генерацию идей и открытия. Андрей Александров, Николай Певец, Анна Мороз, Контуры. Продолжение следует...